всем привет эта программа вот парашютом и здесь под парашютом мы а вместе с нами и вы дорогие зрители защищены экспертными знаниями наших гостей защищены от инфобизнесменов от психологических фейков и здесь есть возможность из первых уст получить достоверную верифицированную научно подкрепленную информацию как из уст фундаментальных психологов так и из уст прикладных психологов сегодня гость нашей программы резида равилина попова здравствуйте резида здравствуйте а сейчас я вас представлю полностью кандидат психологических наук директор поволжского института гештальтерапии по совместительству преподаватель кафедры педагогики института психологии образования казанского федерального университета а еще член европейской ассоциации гештальтерапии и еще плюс к этому 20 лет отданных казанскому федеральному университету действительно чтобы успешно действовать в мире и достигать своих целей человеку важно понимать свое место в нем опираться на свою систему ценностей четко осознавать что он может назвать своим а что нет человеку нужно понимать свою идентичность согласна с цитатой да конечно я думаю что действительно вот эта непрерывная ориентация разобраться в том что мне близко да в какую сторону я хочу двинуться это то что составляет основу в принципе жизни любого человека и так как вы поняли мы сегодня говорим об идентичности люди разного поколения разных поколений разных возрастов пытаются разобраться что это такое как это относится ко мне и почему собственно говоря меня мое ухо цепляет это слово почему она как-то выходит как говорят из герстальтисты выходит из фона и становится для меня значимой фигурой а фигурой значимой фигуры и так но начнем наверное самого начала что же такое идентичность с точки зрения герстальт-терапевта я наверно шире немножко хочу сказать что все-таки идентичность это такое состояние тождества потому что если искать какое-то русское слово синониму слова идентичность это конечно тождество. Имеется в виду, что я ассоциирую себя с чем-то или с кем-то на основе некоторой близости. То есть вы хотите сказать, что в этой идентичности, торжественности есть какая-то основа, то, что мы называем стержнем и так далее, на которой наращиваются вещи более гибкие, более способные к изменению в том или ином периоде жизни, в том или иных событиях. Ну вот здесь мы как раз и видим то, как по-разному, наверное, в протяжении столетий люди рассматривали идентичность. Действительно, такой более, может быть, ранний взгляд, и в том числе философский взгляд на эту проблему, что действительно есть что-то такое незыблемое, что-то такое корневое, стержневое, некое ядро, и вот оно какое-то такое постоянное, стабильное, там вот, так сказать, все вот это вот хранится, да. Такой более современный взгляд на это, он предполагает понимание того, что все-таки существует опыт, то есть мы живем и проживаем жизни, в жизни постоянно что-то меняется, да, и каждая ситуация приносит какие-то изменения, какую-то новизну, и вот в этом процессе, да, так сказать, идентичность, это как такая идентификация даже больше с чем-то в данной ситуации. И сейчас, в принципе, и в философии тоже больше мы как бы следуем идее некой открытости человека к текущему, такой идее открытости, и в некотором смысле уязвимости, чувствительности, восприимчивости, то есть в этом смысле вот вопрос вообще есть ли ядро или его нет, или это нам удобнее думать, что есть это ядро, да, ну, конечно, так удобнее думать. Для меня лично это звучит достаточно безопасно, когда есть то, на что я могу опереться, мои какие-то моральные ценности, нравственные, этические ценности, на которые я могу опереться, они для меня. Есть такие вещи, например, как то, что я сам о себе знаю, есть в каком-то, в некотором смысле история моя, есть моя память, да, есть то, что со мной происходило и то, что для меня по-прежнему остается важным, это никуда не девается, да, и я говорю о том, что это не остается совершенно неизменным, я говорю о том, что, да, этот опыт наслаивается примерно так же, как вот вода, она течет, например, в реке, да, но оседает что-то на дно, вот эти осадки, и эти осадки, они есть, они накапливаются, и в принципе в жизни любого человека накапливается, из опыта как раз накапливается, это что-то, что мы оттуда можем кристаллизовать, да, и это становится для нас очень важной опорой, для того, чтобы в следующий момент, когда мы оказываемся в неопределенной ситуации, то, о чем вы говорите, это же на самом деле так, и без всего этого опыта очень сложно было бы ориентироваться, получается, как бы, как если бы в первый раз, да, но вот благодаря этому опыту вот эта ориентация, она более возможна, она как бы легче. так-то правильно я понимаю, что если мы говорим про реку, да, очень хорошая метафора, и мы по ней плывем, ну, условно говоря, сколько-то там лет, если мы говорим о молодых людях, это 20-25 лет, хотя, в принципе, эта проблема может и в 40-50 возникнуть, совершенно... проблема идентичности. Да-да-да, да-да-да, тут нет никаких как бы возрастных ограничений, и если она возникает, значит, что-то у человека корежит его изнутри, да, не совпадает то, что он знает о себе, с тем, что он чувствует, и с тем, что происходит в его жизни. Из чего я образуюсь я? Где я, а где то, что мне сказали обо мне родители? Где то, что сказали обо мне учителя? И как вы знаете, мы сейчас тут, вот знаете, как бусы цепляются за одно, за другое. Родители не всегда бывают правы, да, учителя не всегда бывают справедливые и бережные к тем, кто растет. Вот здесь как понять, что вот это небо? Я, это я, вот я такой. Я тогда немножко вернусь к этой ситуации, раннего контакта, мне кажется, вот это полезно и хорошо, и хорошо, что вы это упомянули. Действительно, если говорить о проблеме идентичности, то, конечно, можно говорить о каких-то конкретных кризисных моментах, когда эта тема встает в 40 лет или в 25, вот как вы сказали. Но с другой стороны, формирование идентичности, это совершенно непрерывный процесс. Он начинается с момента рождения ребенка и даже, возможно, еще внутриутробно что-то происходит, но в принципе с первого момента, когда на ребенка бросает человек человеческий взгляд, когда он его тем самым включает в социальную коммуникацию, в этот момент начинается уже нечто у ребенка. Вот, например, мы знаем такие исследования, когда недавно новорожденному, можно сказать, ребенку, которому там буквально один день, ему показывают, например, какой-то жест, там, скругляют рот, да, вот так, о, и если делать видеозапись, то нужно увидеть, что ребенок пытается воспроизвести этот жест, то есть другой жест ему показывают, и он его пытается повторить. Понятно, что это не то же самое, но мы видим эту тенденцию уловить, воспроизвести, и то есть мы видим, что на самом деле любое приближение к ребенку, любое прикосновение к нему, оно как-то в нем отзывается и как-то отражается, резонирует, и он, по сути, настраивается, он со-настраивается. Также мы себе представим, что если этот ребенок будет лишен этого человеческого взгляда, никто к нему не повернется, никто на него не посмотрит, да, потому что он брошенный или потому что его матери или там кого-то близкого депрессии или еще по какой-то причине, он тоже не найдет в себе этого движения, он тоже этого не ответит, поэтому в одном случае это ведет к одной, можно сказать, идентичности, если так, крупными мазками, да, в другом случае это ведет уже, ну, скажем так, к другой идентичности, и это тоже станет каким-то аспектом жизни человека. В этом смысле мы сотканы из прикосновений других людей, об этом Гугоцкий своими словами говорит тоже, да, то есть без человеческого прикосновения мы человеком никак не станем, тем более я, вот, и все, что мы в некотором смысле знаем, умеем, даже то, как мы сидим с вами на стуле, это потому что нас кто-то сажал в стул, потому что если бы нас не сажали, мы бы не умели так сидеть. И хорошо это или плохо, наверное, это не очень точный вопрос, потому что это просто условия нашего такого человеческого существования, другое дело, какая будет феноменология, да, как и у кого это будет представлено. но вот поскольку все-таки мы говорим о социализации, потому что ребенок выходит из такого микросоциума, более широкий социум, он встречает и других детей, и других взрослых, и вместе с этим он встречает другие виды прикосновения к себе, другие взгляды, вот это различие, оно питает, вот этот разный опыт, это то, что питает, поскольку это позволяет лучше ориентироваться, ты знаешь, что кроме черного и белого существуют оттенки разные, да, и тем самым у тебя мир не такая дихотомия, да, черное-белое плохое-хорошее, а возникают уже какие-то варианты разные, и вот это как раз-таки позволяет человеку как сказать, лучше ориентироваться потом в моменте, распознавать вот на что это похоже, то есть что он чувствует, и когда в принципе у человека есть такая возможность лучше, скажем так, дифференцировать, а дифференциация, то есть это установление различий, это базовая мыслительная операция, можно сказать, да, то есть это то, на основе чего выстраивается вот, то есть по сути дифференциация это я и не я, да, одно и другое, то есть вот как человеку прийти к тому, чтобы он начал себя дифференцировать или в каком-то случае наоборот растождествлять каким-то уже навязанным образом вы знаете, вот я поняла, что здесь нужно еще одну ремарку сделать, мне кажется, это очень важно, потому что сейчас это звучит так, что как будто бы здоровый человек может быть именно вот разным, но это, это да, в другой, в рамках нормы разные, да, но здесь действительно вот важно это внести, да, что другая тенденция, это когда человек очень быстро перекрашивается в разные цвета, да, и он действительно не может от этого делиться, он как бы действительно разный, но я бы сказала, что он даже как бы слишком разный, то есть мы его не узнаем, вот, то есть здесь как бы разного рода могут быть сложности, да, и как то, что вот нет вот этой изменчивости, действительно, ее не хватает, другой полюс, это наоборот, вот такая вот легкость превращения во что-то с некоторой потерей, но еще масса каких-то, конечно, моментов может быть, и вот когда вы задаете вопрос, он касается больше, все-таки я пытаюсь понять сейчас каких-то более сложных ситуаций, да, когда вот не хватило какой-то основы, какую-то базу. когда чаще всего речь идет о сложной семье какой-то, из которой человек вышел, где ему эту основу, уверенность в себе, в том, что вот у тебя вот это есть, ты прекрасен, иди дальше, ему не создали, и он, став взрослым, вынужден как-то, ну, куда деваться, да, если понимаешь, что тебя вот прям растаскивает, идешь и думаешь, куда, что с этим делать. Мне кажется, что изначально, особенно вот молодые люди, у них такое немножко есть завышенное к себе требование, что они вот это должны уже знать. Ну, и может быть, это каким-то людям еще свойственно, кто я, уверенный или неуверенный. И вот этого знания, вот этого понимания, что, да, я разный, могу быть, я могу быть более уверенной, могу быть менее уверенной, это зависит от моего опыта, это зависит от того, знаю ли я эти ситуации, я уже в них был, какая у меня была поддержка в этих ситуациях. То есть, градиентно, да, вот, действительно, этого не хватает. Ну, и вы, конечно, правы, что есть такие семьи, есть такие, не только дети, подростки, но и взрослые люди, конечно, у которых вот этот, скажем так, дефицит распознавания, он остается. И действительно, либо они от чего-то жестко отказываются, поскольку они боятся, что, как бы, вот эта ситуация быстро их углотит, то есть, они потеряются в ней, поскольку они не знают. Ну, допустим, ребята идут в кино, и они говорят, ты пойдешь с нами в кино? А он не знает, хочет он в кино или не хочет. Но если он пойдет с ними в кино, он подумает, я иду, потому что они хотят. Это же не мое желание. Ну, и отказаться он не знает, может быть, он на самом деле хотел бы пойти в кино, да? Вот. Поэтому такой человек может отказаться только для того, чтобы избежать вот этой проблемы, как бы, идентификации. Хочу я этого или не хочу? То есть, ему нужно больше времени, чтобы в этом разобраться. Возможно, он откажется, побудет сам и постепенно, например, поймет, что он захотел пойти в кино. И в последний момент он присоединится. Такое вот на самом деле легко может быть, да? То есть, что здесь человеку помогает? Вот этот отказ в данном случае, это из практики мы видим. Отказ, который создает для него некоторую защиту, например. То есть, это как приспособление, ну, в некотором смысле, копинг такой. То есть, во-первых. Во-вторых, в этом отказе он оказывается без давления, без того, что кто-то его пытается куда-то толкнуть. То есть, он остается немножко в такой тишине, и в этой тишине ему немножко легче ориентироваться. То есть, там нет этой тревоги, там поспокойнее, и ему легче прийти к какому-то решению. То есть, время бывает нужно, да? Вот. Важно, чтобы такого человека не торопили, например. Ну, понятно, что, опять же, это коррелят какой-то ранней детской ситуации, когда ребенку говорят, что ты оденешь, штаны такие или вот такие, и он не знает. Одевай быстрее. Мы торопимся. У него нет времени, да, сориентироваться. Действительно, люди, так сказать, прибегают, да, к каким-то, ну, скажем так, приспособлениям для того, чтобы не потеряться. А другие люди, например, они себе выбирают такого эксперта, допустим. Они думают, что вот этот человек хороший, вот он знает все верно. Буду на него смотреть и делать, как он. Я сам не знаю мне, что делать, идти в кино или нет. Но Петя же идет в кино, а Пете я доверяю. Значит, кино хорошее, значит, мне тоже понравится. То есть, в моменте люди действительно выстраивают какие-то способы, зная о том, что это проблема идентичности, не зная. Ну, в жизненной ситуации они действительно как-то пытаются приспособиться и до поры до времени это помогает. Когда вот ты в неприятном остаешься спокойным по отношению к себе, у тебя все нормально. Про доверие своим чувствам, да? Ты сейчас почему нервничаешь? Ты хочешь на самом деле пойти или ты рад тому, что не пошел, просто это для тебя непривычно? Это вот про то, что все-таки надо учиться, это, видимо, все-таки не встроенная у нас опция в большинстве случаев, доверять себе и своим чувствам. Вы знаете, на самом деле это, конечно, очень важно, доверять себе и своим чувствам, но нужно как-то понять, что это значит. Я испытываю, например, вину или стыд. Ну, вот это два чувства, да? Вот, но до того, как это будет вина или стыд, это будет явно какой-то дискомфорт, некоторые ощущения. А, телесные. Телесные в том числе, да, потому что ощущения, это вот действительно такой самый первый уровень отражения происходящих, да, уровень отражения реальности. И ощущения, они действительно, это очень важный такой способ диагностики, потому что они сложные, конечно, у них разная картина, но мы всегда можем понять, есть дискомфорт или нет дискомфорта, опираясь на ощущения. Вот когда мы говорим об эмоциях и дальше, когда мы говорим о смыслах, мы уже, можно сказать, анализируем свои ощущения, мы придаем им какой-то смысл. И здесь вмешивается очень много того, как мы привыкли к этому относиться, как нас научили к этому относиться. Есть, например, истории, когда люди, людей учат не доверять своему ощущению. Тебе больно? Ну, это ничего страшного. А, тебе вот, тебе такое ощущение, ну, потерпи, мы все терпим, ты знаешь, это не важно. Но ощущения-то он распознал. А дальше он этому уже не может придать какой-то смысл. И он проходит мимо этого, да? Ну, конечно, если ребенка слушали, слышали, вслушивались в то, что он говорит, пытались как-то тоже придать смысл его этим переживаниям, самым базовым, вот, то у него есть, конечно, вот этот опыт, что он и чувства свои понимает, и какие-то, что за этим стоит, и смысл может построить. Когда человек встречается, ставит это как вопрос, он думает, как же мне разобраться? Вот это уже ценно. Это означает, что он уже продел огромную работу сам с собой, это без психологов, без кого-то, уже проделывает большую работу и ставит перед собой вопрос, как он что-то выбирает, как он понимает, что ему действительно ближе. и здесь чаще всего люди начинают что-то искать, да, сейчас паблики разные, то есть что-то читать, и книги читать, и чаты читать, как это делают люди, но, по крайней мере, это тоже важный процесс, потому что здесь он знакомится с какими-то, во-первых, такими же людьми, он, во-первых, понимает, что он не один в такой ситуации, а вообще таких людей много, это тоже поддерживает. Во-вторых, они уже что-то свое прошли, да, это не значит, что все, что они говорят, ему подойдет, но, по крайней мере, на новом уровне это его, как бы, помогает им немножко, да, ориентироваться. Гораздо сложнее, когда человек такой вопрос себе не ставит. Когда он лишает себя возможности выбора. Он лишает себя возможности выбора, либо он не осознает, что здесь что-то вообще происходит, какая-то сложность у него, что он попадает, встает на какие-то грабли. Он встает и встает, и встает, но он не связывает. То есть, он как бы все это отбрасывает, да, и получается, что он не хочет, не готов. Не готов. Да, но он так живет. В принципе, можно всю жизнь так прожить. Мы с вами вот подошли к прекрасной проблеме выбора. О чем бы мы ни говорили в области психологии, все равно мы приходим к выбору. К точке выбора. Конечно, если человек, ну не может, по тем или иным причинам, не хочет, не может, не видит, не готов сделать этот выбор, то там все это, ну как бы, все останется. Потому что выбор, это точка, когда ты принимаешь какое-то решение и идешь туда, куда тебя вот дальше ведет, или куда ты решаешь пойти. И когда мы говорим про идентичность, это тоже наш выбор, к сожалению, он не всегда бывает осознанным, правильно, да, когда мы считаем себя идентичными вот с этой группой, или вот с этой группой, или вот с этим, как сейчас принято говорить, аватаром, да, потому что мы все в цифровой еще реальности живем. Там за гранью реальности существует жизнь, в которой человек может себе присвоить совершенно другую идентичность, которая к живой жизни не имеет никакого отношения, у него это не вызывает никаких противоречий. Такое может быть? Или это просто вот сказки мне так хорошо и не лезьте ко мне? Здесь надо задуматься о вопросе, для чего он это делает. Все-таки, да, если он это делает, значит, у него, его что-то толкают, да, вот сделать так. Мы можем сказать, что цифровая реальность, она никогда не существовала. Конечно, в такой форме не существовала. Но в форме фантазии существовало все. Всегда. И продукты психической деятельности. И продукты психической деятельности. Это всегда существовало. Если к этому относиться таким образом, то мы возвращаемся в обычную реальность на самом деле. и с ее какими-то механизмами, закономерностями, в общем-то, да, с проблемами той же самой идентичности. Если вот прям вот очень грубо, то получается, что в терапевтической работе не имеет большого значения человек пришел с тем виртуальным миром, в котором он живет, да, или с тем образом мамы, которые есть у него внутри, с которым, ну а мама-то реально есть, с которым нужно на этом терапевтическом сеансе работать? На самом деле, вот вы смотрите в корень, я вам скажу, для терапевта, для психолога не имеет, вернее, вот есть слово правда, есть слово истина. Да, вот что такое истина? То есть мы не работаем, как сказать, с правдой, мы всегда работаем с тем или иным вымыслом. И даже образ себя, это всегда в некотором смысле, это же образ, то есть это всегда образы какие-то, и это всегда символическое. И это позволяет человеку лучше осмыслить, лучше раскрыть этот свой вымысел относительно самого себя, соотнести его с реальностью. со своими желаниями. Почему тогда многие психологи говорят о том, что это достаточно опасно, когда человек очень сильно погружен в цифровую реальность, когда он перестает терять какие-то социальные навыки вот в той жизни, в которой, допустим, мы сейчас с вами существуем, в чём тогда опасность? Конечно, эта опасность существует в том смысле, что большая часть его, скажем так, интенций переносится, и по сути его жизнь сужается. То есть мы можем задать самые простые вопросы, например, он ест, пьёт, как часто он ходит в туалет? Потому что мы знаем, что если человек поглощён какой-то компьютерной игрой, может быть, двенадцать часов сидит и не двигается, то есть он никуда не отходит от своего кресла. Это вот буквальные какие-то вещи. Знает ли он своих соседей? Есть ли у него реальные какие-то друзья? Как он строит понимание, что это за человек? Потому что действительно, и снова я вернусь к слову, опыт, как мы его получаем. Потому что опыт, в первую очередь, всегда сенсорный. Я говорила об уровне ощущений. Потому что мы его получаем изначально, как существа, обладающие телом, телесные существа. То есть мы находимся в ситуации, у нас есть способы воспринять что-то из реальности, и эти способы всегда сопряжены с телесностью. Потому что это видеть, слышать, чувствовать запахи, улавливать что-то. И для этого должна быть какая-то физичность, какая-то среда. Чем более она воплощенная, чем более она живая, реальная среда. Например, этот воздух, как он дует. Это можно почувствовать. Ваш взгляд, как вы на меня смотрите. Я могу почувствовать свое движение тела в ответ. Это тот реальный опыт, из которого потом что-то вырастет. Когда мы сидим в компьютере, большая часть этого отсутствует. И когда мы видим напротив нас аватар, мы его видим, мы даже, может быть, его слышим. Но у нас все эти вещи связаны с объемами, восприятиями, размерами, соотношениями. Был такой философ, Мерло Панти, и он разрабатывал идею феноменологии в отношении тела и телесности. И он говорил о том, что первичный субъект это тело. Что тело это первичный измеритель. Мы все измеряем через себя. Большое или маленькое. Всегда это проживаю, прежде всего. Громко, тихо, приятно, неприятно и так далее. То есть я об этом как-то узнаю. Но в цифровой реальности это стерто. Это просто отсутствует. И тогда действительно возникает вопрос, какой опыт можно выстроить, исходя из такой уплощенной, из такого уплощенного экспириенса. Что там, что может быть порождено. И какое на самом деле это имеет отношение к твоей человеческо-телесной в том числе идентичности. Откуда это все пошло? Ну, в том числе, тоже может быть моя фантазия. Тот же самый знаменитый фильм про аватара. Там же герой, он же, по-моему, то ли обездвижен был, то ли в коме. Ему создали этот аватар. То есть фактически, да. Фактически, в какой-то части он был телесности своей лишен. И, соответственно, воплощал себя в том мире виртуальным, абсолютно дееспособным. Но, опять-таки, его тело при этом находилось вот здесь и сейчас в другом состоянии. Есть такая фраза, она звучит так, я знаю, что я знаю, еще до того, как я знаю. И это такая, как сказать, предзнание, но не рациональное знание, логическое, а знание эстетическое, как мы говорим, то есть построенное на ощущениях, такая эстетическая диагностика. И, к сожалению, этому очень мало обучают детей. Да, мы действительно делаем больше акцент на какое-то логическое, чтобы связать что-то, и это понятно. Но, оказывается, что вот без такого оживленного, живого отношения, чтобы оно было более целостным, для того, чтобы была логика, тоже эта логика возникает у кого-то, у какого-то живого человека, у какого-то живого тела, можно так сказать. В каких проблемах, с которыми к вам, как терапевту, обращаются клиенты, обычно зашито вот проблемы с идентичностью? Как звучат эти запросы? Иногда человек действительно как-то очень сфокусирован на этом, и он, например, говорит, что я не знаю, как мне дальше жить, у меня возникли сложности, я сам себе не нравлюсь, мне не нравится то, как я живу, у меня ничего не получается, я не знаю, чего я хочу, я не знаю, кто я. Это так звучит, да. Или он говорит, что у меня депрессия, мне ничего не хочется, я там не могу то или другое. Иногда это может звучать как то, что я не знаю, разводиться мне или оставаться, как бы жить в семье, или как мне вытянуть две семьи, например, или что-то еще. Иногда это может звучать как-то, что я не знаю, как мне обрести друзей, я чувствую много одиночества. На самом деле во всех этих темах присутствуют в той или иной форме проблемы идентичности. Они присутствуют. И я бы сказала идентичности и идентификации, потому что вот эти вещи можно все-таки различить, поскольку идентификация всегда в моменте, это непрерывный процесс вот этого прояснения. Идентичность это какие-то более, так сказать, оформленные из этого, исторические даже, моменты. То есть, как я про это помню. Поэтому, и даже я бы еще добавила, вот об этом мы как-то мало сегодня говорили, о роли среды. Мы говорили о микросоциуме, но я бы сказала, что и макросоциум тоже имеет какие-то свои тенденции, векторы, потому что куда-то пытаются человека сдвинуть направить. Например, вот эта культура потребления, о которой Бадрияр очень много пишет, когда у тебя должно быть, ну, то есть отовсюду кричит реклама, да, купи вот это, купи вот это, возьми кредит туда, возьми сюда, купи-купи, это просто, это легко, это приятно, ты будешь себя хорошо ощущать. Да, то есть здесь все время как будто бы человека приглашают с чем-то идентифицироваться и немножко расстаться с чем-то, что у него уже есть. Вот, и действительно вот такое как бы размывание, вот такое как бы вот раздергивание, что ли, человека в разные стороны, которое, вообще-то говоря, мировой феномен, то есть это происходит во всех странах, вот, культура потребления, это вот то, что называется уже после. То есть она разрушает как раз вот то, или не способствует идентифицированию или какой-то четком понимании своей идентичности. Она противоверствует. Я бы сказала, что она дегуманизирует в некотором смысле, потому что действительно получается, что я тот, кто делает вот это, я тот, кто носит вот это, я тот, кто... и так далее. и это становится популярным. Но вопрос правда поиска баланса, то есть действительно это серьезный вопрос, может быть, вопрос к здравому смыслу, да, вот в какой момент что-то стоит поставить под сомнение, и даже какой-то авторитет поставить под сомнение, вот, или какие-то свои действия поставить под сомнение, или мысли, или свои суждения. И поэтому, вот, когда мы говорим о идентификации в моменте, мы можем это другими словами говорить, как о творческом приспособлении, о творчестве в моменте, о создании какого-то решения, идеи, способы и так далее, которые возникают как продукт именно вот этого процесса, а не вообще что-то, что я всегда делаю. Спасибо вам большое. А вам, дорогие зрители, я могу сказать, что мы сегодня сотворили эту передачу. Предлагаю вам творить свою жизнь, открывать, рисковать, делать тот выбор, который вас устраивает, быть при этом счастливыми по возможности. Встретимся здесь же под парашютом по пятницам смотрим нас на Универ ТВ. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok